Привет, друзья! Берем одну луковицу, разрезаем ее напополам и натираем на крупной терке, так удобнее. Я всегда сперва подготавливаю лук. Далее к луку натираю 3 зубчика чеснока на мелкой терке. Друзья, сегодня приготовим очень вкусные и нежные драники по давнему рецепту, который очень любила моя бабуля. Очищаем 1 кг картофеля и натираем на мелкой терке. Я уже подготовила. После этого нужно немного помять картошку и выдавить из нее лишний сок. Сильно выдавливать не нужно. Друзья, а вы любите деруны? Напишите в комментариях, мне будет интересно. Чтобы картофель не потемнел, сразу добавляем к нему натертый лук. Все хорошо перемешиваем. Далее очищаем одну небольшую морковь и натираем ее на мелкой терке. Она придаст нашим дерунам красивый яркий цвет. Такое сочетание получается очень вкусным, обязательно попробуйте. Смешаю вилочкой 2 куриных яйца и отправляем в наше тесто. Бабуля всегда добавляла в тесто молоко 60 мл. Оно придаст дерунам нежный вкус. Теперь добавляем черный молотый перец по вкусу и соль. Также я люблю добавить 1 неполную чайную ложку универсальной куриной приправы, но это по желанию. Все ингредиенты перемешиваем до однородности. Добавляю муку 2 столовые ложки с горкой. Если будет мало, потом добавлю еще одну. Перемешиваю тесто и смотрю по консистенции. Также добавляю 1 треть чайной ложки соды, для того чтобы драники в середине были более пышные. Также добавила еще одну неполную столовую ложку муки. Должно получиться вот такое тесто. Ставлю разогреваться сковороду и наливаю растительное масло. Ложкой выкладываю тесто и формирую красивые драники. Друзья, большое спасибо за вашу поддержку и подписку на мой канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые рецепты. Готовим драники на среднем огне, до образования золотистой корочки. Смотрим, если уже подрумянились. Вот такие они красивые получаются. Переворачиваем их на другую сторону. Я немного убавляю нагрев и готовлю также до образования золотистой корочки с обратной стороны. Друзья, надеюсь вам понравится это видео. Поделитесь, пожалуйста, им в своих соцсетях. Готовые драники выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Друзья, картофельные деруны, приготовленные по такому рецепту, получаются очень ароматные, аппетитные и вкусные. Внутри получаются нежные, а сверху румяная хрустящая корочка. Невозможно устоять. Съедаются просто моментально. Очень вкусно со сметанкой, конечно. Друзья, всем приятного аппетита! Поделитесь этим видео в своих соцсетях. Подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. До новых встреч!